здравствуйте дорогие друзья мы с вами продолжаем нашу наши разговоры о здоровье и о том как его сохранить самое главное вот чем понимаете у нас есть в медицинской практике сегодняшний сегодняшний я это говорю как обыкновенный человек который испытывает эти трудности связанные с врачами с медициной с прочими вещами и это тот самый момент на который врачи как правило не обращать внимание это полное соответствие тому что в свое время опубликовал доктор редкий век то есть те самые 6 стадии зашлакованности организма у нас в медицине они тоже есть в медицинской практике но это тогда когда уже отравление или интоксикация организма как бы выходит на первый план вот это та самая стадия на которой уже начинают обращать внимание да еще и да еще вот с какой стороны к сожалению великому врачи по него приходит человек и говорит что вот у меня тяжело тяжелая печень это побаливает иногда и что-то сделают узи увидит что печень тяжелая что желчеводящие пути забиты что желчный пузырь забит в печени образуются кисты и и много еще чего и тут же начинают лечение хотя от кист извините лекарств нет поэтому как их убирать никто не знает но в общем стараются снять воспаление в будущем будут вам писать что это хронические холецистит или холонгит или что либо другое не понимаете а хроника хроника на которую будут обращать внимание на 5 ну известно поэтому повторяется терапия но вот смотрите но и до того как человек пришел уже вот с этими проблемами которые касаются печени понимаете он ведь какое-то время уже прожил достаточно долго а я уже как-то говорил программах и довольно довольно подробно о том что вообще-то да все наши проблемы человеческие связанные со здоровьем они как мы знаем начинают свистеть и пахнуть тогда когда ему исполняется уже где-то 40 45 лет 50 и вот будучи вот в этой программе помоги себе сам уже больше около 30 лет понимать я вижу что в основном это люди уже такого ну скажем так уже пожившего времени где-то 40 45 50 лет и и старше и старше и с каждым следующей пятилеткой который прожил человек его проблемы они только усиливаются 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 и к проблемам с которыми вы первый раз обратились к врачу добавляются одни вторые третьи и так далее так далее так далее понимаете и дальше уже таскать ситуация аховая и к сожалению великом наступает момент когда человек вот как и так давно в на телеканале сгу я разговаривал с нашей телезрительницы из алтая которая сказала что у нее баз это боковой амиотрофический синдром так звучит диагноз это тяжелейшие заболевания и я к сожалению великому кардинально даже вещи абсолютно проверенные не не решился посоветовать нашей телезрительница попросил ее вот сделать какие-то вещи но связано с очищением организма но обязательно перезвонить по поводу того что происходит вот этот период и есть период когда человек живет не обращать внимание это сказать спокойно себе ну и сегодня поболел тут завтра поболела там вроде как чуть голова поболела таблеточку принял прошло утомляемость ну взял и попил элеутрокок или настойку икры морского ежа или или левзею или какую какую-либо другую травку почувствовал себя лучше через какое-то время через две-три недели у него как бы нормализовался состояние человек живет дальше и в общем-то не обращать внимание на то что произошло это самый страшный период который и называется первой стадией это интоксикации организма самой первой стадии тот который описан довольно подробно у реки и первые вторая стадия зашлакованности организма и причем это с это стадии в комментарии доктора редвига определяются как обратимые то есть вот у человека возникла какая-то ситуация связанная с утомляемостью например или с головными болями которые так довольно довольно постоянно начинают возникать или головные боли или нарушение сна или тошнота тяжелые ноги которыми мы начинаем смазывать 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 всякими притирками с тем чтобы они тем более что каждый день реклама вот вам леотон вот вам еще что-то вам лошадиная сила вот вам еще что-то нажимай и и ваши ноги становятся просто будете бегать как не знаю кто но дело все в том что это сказать вот эти вот при парочки притирочки и все остальное приведут только одному что этот процесс который называется интоксикации вен ног когда будет формироваться условия при которых будет будет извините хорошо себя чувствовать начинающиеся тромбофлебит и начинается воспаление сосудов флебиты это вот на это как и так не обращать внимание а тогда когда уже все когда вы пришли уже к врачу потому что не в моготу и врач поставил вам диагноз тромбофлебит или флебит или варикозное расширение вен это последствия как раз и тех самых процессов и начинается начинается вплоть до оперативного вмешательства понимаете хотя все это проявление в и интоктикации то есть проявление первого первого из первой стадии интоктикации когда она начинается эта стадия начинается где-то с 25 лет и где-то до 40 лет тянутся вот эти вот как бы случайно возникающиеся проблемы то ли сегодня урби то ли вдруг у меня начался насморк хотя вроде как нигде не простывал ничего такого не было сходил под душ и насморк после этого два-три дня тянется и но простыл в душе просквозила насморк прошел називил покапал или чего-то там еще сделал но вроде как и насморка нет ну и живу себе дальше а это уже все это уже существует болезнь название который интоксикация зашлакованность организма это вот первая вторая стадия зашлакованность организм мы на это не обращаем внимание и тем самым мы готовим почву для того чтобы в 40 в 45 лет извините пожалуйста вот появился тот куст хронических болезней который когда при котором врачи начинают уже говорить вот пожалуйста этот препарат потому что у вас гипертония и все пожизненно вот у вас такая то проблема нужны антибиотики вот у вас другая то проблема и снижение защитных сил организма я не говорю сейчас про иммунную систему потому что это совершенно особое вообще направление вот который тоже надо помогать как-то ставить на ноги и начинается назначение лекарств которые вы должны будете принимать пожизненно до той поры пока но скажем это очень часто бывает со щитовидной железой когда появляются узлы когда щитовидные железа начинают разрастаться в результате заканчивается это операцией понимаете потому что уже ничего нельзя сделать то что препаратов которые остановили этот процесс нет есть только одно то о чем и писал реки века и о чем довольно много на сегодня пишут врачи и российские врачи понимать это та самая стадия которая вот первая первая вторая стадия а то о чем я говорю в 45 там 50 лет это уже третья стадия зашла полностью организма когда вы уже напринимали кучу антибиотиков которые в результате получил в результате применения которых вы получили дисбактериоз какие-то другие препараты вы получили же достаточное количество стимуляторов для того же снять утомляемости чтобы помочь организму как-то встать на ноги а стимуляторы это извините пожалуйста на препараты которые тратят ваши собственные силы но да они ведь и не могут работать всю жизнь вы 10 дней или там две недели или месяц даже назначили да получили это назначение но уже ничего не сделали больше вы пользовались стимулятором но через месяц извините пожалуйста вы вроде как месяц более-менее себя почувствовали а потом все хуже и хуже потому что стимуляторы потратили вашу собственную энергию и и загрузив при этом собственный организм до остатками биохимических процессов или собственным метаболизм который который возник у вас в организме силу применения стимулирующих препаратов понимать вот вот такая вот вещь вот такая вот вещь именно это никто не обращать внимание потому что это так но подумайте у нас с вами ой рви и мы начали принимать с вами противовоспалительные даже не стероидные и даже не увидели просто противовоспалительные препараты которые извините пожалуйста просто так не действует наш организм да они останавливают воспалительные процессы но при этом еще одно результат воздействия этих препаратов это загрузка остатков тех препаратов которые вы принимали 10 дней там или две недели или семь дней уже как назначил врач но они остались в межклеточном пространстве и остались межклеточном пространстве и они стали источником той самой интоксикации которая извините пожалуйста сложилась в организме и значит вслед за этим у вас будет снижение защитных сил организма вот ведь какая вещь то понимаете все настолько взаимосвязано и вот затем чтобы нормально жить до старости лет и понимать что у вас возможно и заболят ваши суставы но извините вы с ними справитесь вы справитесь это не будет хроника тяжелейшая на артозов артритов суставных воспалений воспаление соединительной ткани это красная волчанка и много еще чего понимаете все все оно вот так вот и идет его потихоньку за и это проблемы которые касаются и аутоиммунных процессов с которыми современная медицина не справляется они не 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 лечится симптоматическая терапия для поддержания состояния более или менее физического какого-то физической жизни они она присутствует эти препараты помогают в этой но не лечит не лечит значит процесс все равно развивается но будет развиваться там скажем не не три года если не лечить там или год понимать а будет развиваться пять лет или шесть лет но и сколько времени вы будете вот посмотрите что делается вот на на сегодня проблемы связанные с суставами они же не лечатся огромное количество кремов притирок компрессов лекарств которые снимают воспалительные процессы снимают снижают уровень боли дают возможность вам ходить но ведь процесс то не останавливается делают уколы один укол там скажем или два укола вам делают на полгода а через полгода надо обязательно приходить потому что все все вся симптоматика возвращается еще раз и так продолжается до той поры пока вам врач не скажет ну что же наступила пора когда вам нужно менять сустав или менять тазобедренный сустав или колено менять или плечо менять что-нибудь что вот до чего даскать мы с вами со сами себя доводим а корни вот такого состояния человеческого находится вот там где я сказал в первой стадии интоксикации организма когда вы еще здоровы когда вы еще можете когда вы еще можете это поправить это дело и прийти к нормальным результатам понимаете к нормальной жизни и более того остановить этот процесс надо помнить о том что раз у вас начался он значит надо ехать хотя бы раз в год проводить с собой вот какие такие профилактические мероприятия понимаете и должен вам сказать что примером того что и все происходит именно так это извините пожалуйста так как поступают нынешние звезды они начинают заниматься детоксикацией детоксикационными мероприятиями тогда когда они еще молоды да они имеют возможность пойти в клей пойти в клинику на две-три недель на месяц где будут делать клизмы где будут проводить массажи где будут проводить ванны где будут всякие приспособления к использоваться приспособление которое сегодня имеет медицина это и оксиденизация это или лечение холодом или наоборот все все оно так есть или цель скажем и поедет они едут на алтай и проводят курс бочко терапии когда сказать добавляются в этот состав который который в этой бочке находится добавляют состав пантов или костей понимаете вот она вот она ведь какая штука есть примеры соблюдение но кто из нас вообще этим занимается кто из нас этим занимается потому что он каждый день рассказывает ни шагу ни вправо ни влево от того что вам сказал врач надо следовать железно а результатом этого этого соблюдения этого жесткого правила это операции операции и инвалидность в дальнейшем вот и все а все начинается вот с той самой первой стадии почему я сказал от 25 до 40 лет потому что есть еще один момент который нам крайне важно крайне важно знать понимать это вот сегодня очень много говорят о мутациях о мутагенности генетических мута мутациях наших генов есть гены которые отвечают за развитие опухолевых процессов есть гены которые отвечают за на разрушение и формирование аутоиммунных процессов все но так но оно как бы есть все в нашем организме но подумайте что причиной что будет причиной этих мутаций ведь от а причинности этих мутаций ни разу не говорят хотя если вы откроете интернет мутации или или условия мутации и вам там напишут это экзо и эндо экологическая интоксикация организма вот что является причиной в первую очередь мутационных мутагенных процессов вот вот в чем дело то я опять но возвращаемся к тем же самым проблемам очищение организма вот в вот того как я сейчас отвечу начиная начав вот сегодняшнюю нашу встречу я сейчас отвечу у меня есть несколько коротких вопросов я на них должен ответить и продолжу сегодняшний разговор сегодня тему которая начата еще по моему 2 ноября там было было может масса проблема масса вопросов которые был должен был отвечать ну достаточно объемно сегодня у меня короткие вопросы я спокойно продолжаю эту тему которая начал тогда 2 числа а это по сути введение в очищение организма и как его продолжать и и и что и чего как делать это мы делали и 2 числа на напоминаю что все вещи о которых я говорю я имею ввиду и ванны я имею ввиду и горячие грудные обертывания я имею ввиду травы я имею ввиду процедуры которые мы используем для очищения организма это и сульфат магния и тиосульфат натрия и процедуры связанные с тюбажом печени и так далее так далее они все приняты они все признаны они имеют уже даже не 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 10 и не 15 и не 50 лет а уже имеют начиная скажем если иметь ввиду очищение желудочно-кишечного тракта солевыми растворами они имеют уже народную практику в тысячелетия так что на этот счет у нас как бы все все есть и я всегда предупреждаю о тех вещах которые могут возникать скажем при той или другой процедуре ну вот значит первый вопрос вот об этом я начал говорить 2 числа и сегодня как бы продолжаю этот разговор так что обратите пожалуйста на это внимание значит первый вопрос вот какой на него правда много раз отвечал но отвечу еще раз анатолий фильм здрасте у меня к вам если можно три небольших вопроса первые по поводу аутоназотов я сделал 12 лаконов на крови и 12 флаконов на сборе трав которых вы говорили в передаче принимают через день и хотел бы узнать через какой промежуток времени можно повторить повторить второй курс и возможно ли использовать аутоназоты которые сделаны до первого курса или обязательно готовить новые обязательно готовить новые потому что у аутоназотов особенно если вы используете аутоназот на крови и аутоназот на травах детоксикантах и травах которые способствуют очищению организма результатом обязательно эффект детоксикации при применении аутоназотов он конечно он безусловно есть он значительный а это значит и очищение крови и очищение лимфы и ткани очищение организма целиком потому что мы используем инструмент который имеет отношение к любой клетке из которых состоит наш собственный организм я имею ввиду аутоназот крови аутоназот трав это безусловно имеет отношение ко всем структурам пространственным которые есть в нашем организме я имею межклеточное пространство межтканевое пространство имеющие отношение и к лимфе и крови обязательно понимаете и ко всем органам в нашем организме поэтому пожалуйста кровь меняется довольно значительно довольно значительно поэтому делать на на старом аутоназоте на старой прививке что если можно так сказать я ему первое приготовление аутоназота крови нельзя надо делать безусловно второй раз новый новый новые 12 флаконов обязательно второе это первый вопрос я так понимаю второй вопрос по поводу творога с льняным маслом в интернете написано что эта смесь сохраняет свои полезные свойства только в течение 20 минут действительно ли это так делаю дело в том что все есть работой мне приходится делать творог за два-три часа до употребления и брать его с собой но и пожалуйста ну и делайте о том что сохраняет свойства в течение 20 минут это извините ради бога до чей-то домысел не знаю пожалуйста да сказать обратить ничего подобного не происходит 20 творог с сильным маслом сохраняет свои свойства безусловно в сутки но если вы его ко всему прочему храните в холодильнике то вы его можете использовать и на следующий день и на следующий день просто очень советую никогда не хранить приготовленные напитки или какие-то экстракты на травах или настой на травах более трех дней не сохранять это безусловно так травы сохраняются лучше когда вы делаете настойку кипятком это один день более чем достаточно больше его хранить не нужно потому что там начинается уже активизируется процесс окисления и поэтому мы уже получаем несколько другой продукт делаю так получается если взять интернет ничего верить интернету а вы потом сказал что интернет надо верить в интернете только всякого написано не дать не взять вы и мне можете не верить ради бога кто же говорит проверяйте проверяйте все понимаете да тюбаш проверяйте что на пи написали врачи по нему они абсолютно правильно писали что это честно говоря такая достаточно такая малая операция на печени не много не мало надо надо относиться к тюбажу осторожно правильно правильно но некоторые пишут о том что тюбаш абсолютно безвреден делайте себе но при этом извините ради бог если у вас в желчном пузыре камень который там 66 миллиметров в диаметре до до одного сантиметра до одного сантиметра то имейте ввиду что тюбаш может подвигнуть этот камень к выходу и как то как он дальше пойдет и не будет ли закупорки желчевыводящего протока извините ради бога это надо надо точно себе отдавать понимаете отдавать себе отчет ну я об этом говорю но я заранее предупреждаю что там где мелкие мелкие камни постараться этого не делать а если вы делаете то в обязательном порядке надо использовать хотя бы ножку я об этом не один раз говорил о том что извините ради бога да при хроническом холецистике при хроническом воспаление желчевыводящих путей и желчного пузыря в обязательном порядке надо помнить что любое воспаление любое воспаление хроническое вяло текущее приводит к тому что возникает отек даже если он и небольшой из пастика из пастика и тогда когда вы чистите печень вы должны понимать что для того чтобы это очищение печени прошло нормально бы для и для этого принимается нож по для того чтобы во первых снять вот этот вот продукты воспаление которые не дают возможность хорошо отходить из желчного пузыря в 12-перстную кишку понимаете с одной стороны с другой стороны уменьшают отек и снимают спастику из желчевыводящего протока и из и в тонком и в толстом кишечнике по всему организму вот что очень важно особенно касается мочевыводящих путей так что извините ради бога так что я честно говоря довольно часто смотрю всякое что написано в интернете по разным поводом извините в 90 процентов я про смеюсь извините над тем что там написано имея в виду мое собственное участие 30-летнее участие вот в этих спорах и и наблюдениях за теми процедурами о которых я все время рассказываю понимаете и третий вопрос связан с водой я не в эфире от 17 вы говорили о шунгите на которой можно наставить воду в течение суток подскажите пожалуйста как долго можно пить такую воду и нужно ли делать какие-то перерывы в приеме такой воды значит я рассказывал о том что вы берете шунгит промыли его положили в баночку залили водой и дали постоять день пожалуйста день постоять но к моменту потребления воды вы эту воду обязательно должны перелить в другую посуду в чистую посуду где нет шунгита потому что где-то вот второй третий день шунгит приобретает довольно значительное количество такой анти антибактериальный он становится таким своеобразным антибиотиком своеобразным противовоспалительным препаратом понимаете поэтому вот внутри его употреблять не нужно не более суток это не значит шунгит из этой банки которую вы использовали достать и выбросить нет ни в коем случае вы берете шунгит промыли и залили снова водой понимаете пока вы пьете ту воду которую приготовили вас готовится следующая порция понимаете не более одних суток причем еще раз говорю я вот то о чем я вот сейчас рассказываю это не моя придумка это практика огромного количества скажем приемов которые я наблюдаю свое использование шунгит который я наблюдал в санкт-петербурге где который первый начал делать проводить исследовать и испытывать и воду настоянные на шунгите и сам шунгит и шунгитовую пыль так что вот это оттуда ведет я предупреждаю о том что это вода должна одни сутки только быть в организме это очень очень такой серьезный серьезный момент поэтому отнеситесь к нему пожалуйста внимательно вот мне когда-то задавали вопрос а как же быть вот с фильтром роса в котором есть и шунгит и циолит и который все время как бы используется и на нем фильтруется вода действительно вода из-под этого фильтра очень хорошая ничего не могу сказать хорошая именно поэтому мы используем трековую мембрану с накладкой из шунгита потому что это хорошее обеззараживание воды с одной стороны но другой стороны выполнят должны помнить что не вода из-под фильтра роса прежде чем ее набрать нужно обязательно открыть эту воду и чтобы это вода слилась через фильтра са то есть вода который долго стояла фильтре должна быть слита это да это даст полминуты достаточно чтобы она протекла а дальше пожалуйста пользуйтесь этой водой и я должен сказать огромное спасибо валерию за ссылку на книгу даринг боллинг до дагмар боллинг целительная сила крови которую он опубликовал я ее открыл замечательно все диктуется и потрясающие совершенно очень понятный рассказ о том что такое аутоназот и как с ним надо поступать перерыв между первым и вторым курсом аутоназота может быть минимальный срок семь дней максимальный срок может быть и две недели три все зависит от того как вы себя чувствуете я об этом как-то предупреждал предупреждаю на сей раз вот вот то что касается вопросов деле до делены делены это касается вопросов делены почистить печень уважаемый натуре фильмович можно почистить печень можно почистить печень сильная пигментация без а можно ли почистить печень без масляного дренажа другим дюбажом другим способом я вам звонил его посоветовали пропить курс трав и потом почистить печень я пропила травы лист черный смурой на петрушку чистотел календулу магнезию в течение двух месяцев вы меня что посоветую я посоветую вот что причем эффект значительный эффект повторяется подтверждается она и анализами она аналитикой я имею ввиду биохимию анализ биохимию крови я имею ввиду холестерин я имею ввиду глюкозу я имею ввиду даже креатинин когда вы проводите вот первый первый такой пример который я могу вот в этой ситуации в силу того что лидия мне 792 1792 значит не рассказала о состоянии печени я не знаю в каком у нас состоянии болит не болит пигментации да это интегрикация организма точно совершенно это связано только с печенью но еще и с кишечником к этому надо отнести с нормально проблем здесь нет но почистить печень в этой ситуации имеет смысл наверное имеет смысл но сделать это нужно вот как без тюбажа без масляного тюбажа пожалуйста значит вы берете в аллахол и берете ножку и строите программу вот таким образом первый день вы принимаете по одной таблетки ножпы и по одной таблетки аллахола три раза в день на второй день вы берете две таблетки аллахола и одну таблетку ножпы три раза в день на третий день вы принимаете три таблетки аллахола то есть девять таблеток в течение дня и одна таблетка аллахола и для того чтобы не обострять ситуацию в печени потому что как вы понимаете аллахол это такой желчегонный препарат в первую очередь понимаете и в этом в этом процессе сброса желчи участвует безусловно и нож по вот для того чтобы ну как бы не превышать не превышать усилий и не обострять ситуацию в печени она может быть достаточно острая может быть связано и с кистами в печени и с забитыми желчными протоками с этим тоже может это может быть связано поэтому оставить по три таблетки аллахола три раза в день 8 дней подряд 8 дней подряд дальше перейти снова на две таблетки аллахола и на одну таблетку аллахола но при этом все это время по одной таблетки нож п и вдобавок к аллахолу обязательно принимать это вы очень очень неплохо почистить печень но при этом надо учитывать что вполне возможно что это связано еще вот такая вот пигментации такое состояние на которое написала лидия 1702 связано с они желудочно-кишечной недостаточностью это связано в первую очередь с нарушением микрофлоры кишечника вот вот в чем проблема поэтому здесь нужно обратить внимание еще и на состояние желудочно-кишечного тракта о котором вы ничего не написали поэтому я уж извините вдогонку просто я помню что это все звать с билярной системой нашего организма куда входят и печень и желудочно-кишечный тракт и поджелудочная железа и легкие даже щитовидная железа понимаете поэтому таскать тогда когда вы занимаетесь очищением печени обязательно надо принимать внимание и состояние желудочно-кишечного тракта для того чтобы ваш этот процесс очищения печени прошел хорошо пожалуйста помните есть хороший прибивочек это максиллак максиллак его можно использовать тоже в двух видах можно взять 10 упаковку максиллака 10 дней и пропить по одной капсуле на ночь берете максиллак что такое максиллак это 9 штаммов бифидолактобактерий которые помогают нашему организму как бы встать на ноги встать на ноги но при этом мы должны с вами помнить что он подсевает живые живые бактерии это живая живые штаммы бактерий но для того чтобы они прижились нужно создать правильные условия желудочно-кишечном тракте ни в коем случае не переедать и употреблять достаточное количество клетчатки в качестве клетчатки я всегда советую либо отруби 2 3 2 3 столовых ложки отрубей в день и никаких 8 там 9 20 ложках отрубей вообще даже речи не идет потому что 2 столовых ложки 2 3 столовых ложки отрубей достаточное количество вы не забывайте что наш организм живет не за счет макси доз он живет за счет микро доз вот вот в чем дело либо это зеленый лук очень хорошо зеленый лук с одной стороны клетчатка это пища в которой хорошо себя чувствует и и как бы питаются наши помощники бифидой лактобактерии с другой стороны это дом который этим бактериям хорошо помогает выжить в общем вся штука это как не говорите очень существенная часть нашей защитной системы поэтому тогда когда вы занимаетесь очищением печени всегда не забывайте о состоянии желудочно-кишечного тракта второе второе это уже вот практика людей которые смотрят нашу программу это использование я имею ввиду использование макси лака тогда когда берется грамм 400 до полулитра молока до кипятиться обязательно его надо довести до кипения вскипятить дать остыть при комнатной температуре до 40 где-то градусов вот так 40 40 42 градуса не больше мы добавляем открываем капсулу добавляем туда либо и готовим такой вот продукт в котором опять же те же самые бактерии которые есть в этих капсулах макси лака да и в течение дня мы пользуемся этим продуктом до по столовой ложке по 2 столовых ложки добавляем обязательно в еду в конце мы заканчиваем еду и добавляем этот продукт почему в конце еды они там начали и не там надо помнить о том что все таки среда желудка наша мы помним с вами соляная кислота достаточно агрессивно для этих бактерий поэтому надо чтобы прошел прошел пищевой комок взял на себя основной удар кислот который есть в желудке и уже в конце более менее более щадящей среде скать прошла прошли вот те самые бактерии которых я говорю люди рассказывают мне и пишут мне что очень хорошо хорошо очень неплохо помогает вот вот то что по этому поводу так прием трав для очищения организма господи уже уже мы с вами скуки скоро час говорим татьяна 72 провела курс очищения пропила тра очень важный вопрос и для всех пропила травы лист черный смород на петрушку сорбенты сделала как полагается перерыв в октябре приступила к новому этапу очищения пропила частотилу две недели все было хорошо приступила пить календулу во второй на второй неделе принятие календулы участился стул очень часто нельзя сказать что на понос но каши каши ты кашеобразный очень утомляющий прекратила прием календулы но месяц ноября уже идет концу но стул у меня не восстановился стал реже но практически после каждой стал реже но практически после каждой еды а то и чаще как полагается пью воду каждый день полтора литра лежу на аппликаторе по возможности раньше у меня со стулом было все в порядке уважаемые татьяна это вот уровень интоксикации очень очень высокий потому что частый стул это всегда надо рассматривать как попытку нашего собственного организма освободиться от накопленных метаболитов вот в этой ситуации очень важно подключить очищение соли магнезии раз в неделю раз в с утра с утра какой какого-то понимаете и календула и чистотел они сами по себе чрезвычайно активные очень активной травы причем у них явно совершенно у календулу и у чистотела явный антибактериальный эффект такой своеобразный и противовоспалительный эффект такой своеобразный антибиотик у нас в организме который нам дисбактериоз не устроит но по отношению к патогенной микрофлоре не условно патоген а именно патогенной микрофлоре будут чрезвычайно активны в результатом может быть продукт вот этих вы погибших бактерий понимаете и организм начинает от них избавляться не говоря уже о том что вместе с калом уходит достаточное количество патогенных микроорганизмов и организму в этой ситуации надо помочь во первых снять излишки и трав и календулы и чистотела это первое и второе надо помочь освободить кишечник от вот этих вот неблагополучных продуктов в результате собственного собственных обменов биологических обменов особенно это касается белковой белковой части наших продуктов и остатки бактерий и именно поэтому лучше сульфат магния с утра один раз в неделю больше вам не нужно один раз в неделю но где-то недели 4 недели 4 у вас потихонечку стул придет в норму и все будет окей окей да я себе тут пометку сделал дисбактериоз но про дисбактериоз я только что сказал поэтому пожалуйста и последний вопрос соляные пещеры польза или миф нет от не миф это не миф это не миф я смотрел действия вместе с врачами смотрел действия солевых пещер соляных пещер под санкт-петербургом я по моему уже об этом рассказывал в детском санатории где в этом санатории наблюдались но соответственно и лечились проходили такую сообразную реабилитацию дети самые маленькие самые маленькие но не грудные конечно вот где-то вот от трех лет и до 6 7 лет до первоклассников с тяжелыми процессами дермато токсикозами дермати аллергическими дерматитами разного толка соли с аллергиями довольно тяжелыми я знаю результаты на что я был там дважды в этих пещерах солевых там используются шунгитовые пещеры именно по этому поводу я там был и солевые пещеры соляные пещеры вот в соляных пещерах я тоже тогда наблюдал этих детей должен вам сказать что посмотрел я первый раз естественно я ничего не увидел но увидел как очень хорошо себя чувствуют дети спокойно мягко им так комфортно в этих организациях все но я видел уровень поражения особенно на коже когда это видно вот кожные дерматиты аллергического толка топические дерматиты этого это жуть просто и я вернулся туда в этот санаторий через три месяца зафиксировал для себя тех детишек которые вот были три месяца назад они должны были приехать на повторный курс когда я приехал на повторный курс туда в этот самый санаторий это было очень давно это было очень давно это было лет 15-20 назад наверное я увидел совершенно других детей тех же самых но совершенно других совершенно других радостных веселых и самое главное они были чистенькие у у них кожа была нормальная понятно что там использовались и травы очищающие и противоаллергические всяческие да использовался но главное что работало тогда это вот те самые соляные пещеры и жунгитовые пещеры вот они работали они работали так что в пользе соляных пещер я абсолютно уверен абсолютно уверен и в первую очередь это касается процессов очищения бронхолегочного аппарата бронхолегочной легочной системы почему почему это происходит потому что одно из главных действующих инструментов соляной пещеры это мелкодисперсная то есть мельчайшая пыль солевая которая который человека вдыхает находясь в этой самой пещере и эти вот частички соли они протекают они проникают до самых корней глубоко в легкие глубоко в бронхе понимаете и соль у нее же такое свойство есть начинает на себя забирать влагу влагу эти микро частички соли тоже набирают влагу таким образом разжижая мокроту по всему объему летних разжижая и способствует выделению выброса то есть это один из способ очищения легких вот вот в чем тут один из таких серьезных моментов связанных с использованием совет солевых соляных пещер не говоря уже о релаксации а это чрезвычайно важный важный момент потому что ну процентов наверно 80 90 заболеваний которые есть у человека на патологии которыми он страдает это психосоматические заболевания а тогда когда человек находится в соляной пещере и хочет он или не хочет вот этот вот момент психологического снятия например психологического ослабления напряжений до психологического освобождения он безусловно есть а это тоже такой очень серьезный психотерапевтический правда результат это очень хорошо то есть вот тут вот я совмещение чисто физических способов воздействия на организм человека плюс еще и психологический момент психотерапевтический момент так что я к соляным пещерам отношусь очень очень даже неплохо значит ну господи опять я сегодня хотел вам сказать что есть один момент который я помню эту программу от 2 ноября заканчивал на том что вот мы с вами вошли в программу вошли проще всего два да еда нормализация как что и чего и столкнулись сразу с проблемами эти проблемы касаются билиарной системы нашего организма еще раз напоминаю в эту систему входит печень желудочно-кишечный тракт поджелудочная железа щитовидная железа и легкие и первый момент который на который мы должны с вами обращать внимание это запоры а это значит постоянно существующая спастика по желудочно-кишечному тракту и печени и поджелудочная железа и папа щитовидной железе постоянно существующая спастика которая возможно в дальнейшем приведет к спастическому колиту но чаще всего приводит к гастритам разного разной этиологии и чаще всего в силу того что эти это спастика существует и она практически постоянно существует приводит к тем самым запорам а это значит это это на ситуация которая всегда будет способствовать высокой интектикации организма всегда хотим мы этого или не хотим и даже в той ситуации когда мы с вами не переедаем мы пьем достаточное количество воды мы хорошо питаемся вроде как все все она есть но запоры остаются в самом лучшем случае и таких примеров огромное количество в нашей программе я могу совершенно спокойно об этом говорить потому что знаю просто эти результаты в течение двух-трех месяцев даже если просто вы нормализуете вашу пищу и нормализуете прием воды питье воды до работы желудочно-кишечного тракта значительно улучшается но вы потому что как правило это все таки люди которым уже далеко за 40 а то и за 50 лет у которых уже масса уже букеты всяких проблем со здоровьем со здоровью они к сожалению великому должны обязательно в этот момент заниматься адаптации желудочно-кишечного тракта печени поджелудочной железы щитовидной легких к новой ситуации которые складываются в организме иначе у вас все время в силу того что мы с вами помним что наша печень это фильтр да в котором остается масса токсических веществ и что самая ядовитая часть это желч желчные кислоты которые попадают 12 перс на кишку и таким образом выводится из организма но к сожалению великому тогда когда мы начинаем эти проблемы вот с травами очищение межклеточного пространства межтканевого работу с лимфодренажом вот что происходит понимаете мы с вами часть этих токсинов которые выходят 12 персов в кишечник через печень обязательно будет всасываться обратно через кишечный барьер к сожалению великому так это не защищает кишечный барьер мы эту ошибку уже накопили она уже есть поэтому эти токсины как бы по кругу начинают ходить поэтому с этого момента тогда когда вы первые две недели пропили травмы с этого момента надо заниматься адаптации желудочно-кишечного тракта именно я говорю адаптацией а не лечением что такое адаптация это приспособление или вывод этой системы в рабочее состояние в том нагнетание на ситуации связанные с интоксикации нашего организма вот в чем дело вот вот она какая проблема так вот понимаете какая вещь то я вернулся к тому с чего я сегодня начал ведь посмотрите до 20 лет до 25 лет даже до 27 человеческий организм формируется он растет он растет у него формируются там взаимоотношения как-то развивается железо внутренней секреции мышечный каркас развивается изменить мозги на место встают много чего происходит в это время но ведь мы же болеем а это и на простуды это и гриппы это еще какие-то более более серьезные инфекционные не инфекционные патологии которые возникают которые мы сами как принято говорить подхватываем кто где кто на улице кто дома кто в до овощах кто в мясе кто кто в чем глисты паразиты которых безумное количество безумных совершенно публикации понимаете и во всех этих ситуациях использую используя в достаточно большом количестве и антибиотики и противовоспалитель не говоря уже о собственных препаратах килограмме едим га болеутоляющие стимуляторы и прочее 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 вся вещь поэтому вот за это время ну тогда когда вы сформировался человек 20 к 27 лет он уже более менее устойчив устойчив набрал свою силу стал мужем и стал женой и остается там скажем вот это вот вершина этой горы в которую вошел человек и на этой вершине на этом плато он будет жить ну в общем то не очень теряя свою форму и так далее но за это время переедая не не я пи я переедаю я не пью воды я стяжу на бургерах и на этих сухих и и чёрт чёрт знает каких там продуктах с молоком с этим совсем совершенно непонятно да вот это мы потихонечку с вами накапливаем тот самый навоз на котором будут цвести наши те болячки которые мы получим через там 15-20 лет но самое интересное в чем вот в это время уже и как правило в это время особенно мы с получаем те самые формы дисбиоза и дисбактериоза и дисбиоза которые потом окажутся нам аукнутся так что мало не покажется и вот в это время и надо обязательно сделать то о чем я говорю я имею ввиду и очищение от шлаков как написал или доктор реки век от от шлаков наш собственный организм а самое главное создать условия пока еще не поздно при которых да вы уберете дисбактериоз и дисбиоз в это время это хорошее время когда это возможно сделать понимаете и на это вам не потребует не потребуется лет для этого потребуется там месяц полтора больше нет не доста достаточно будет просто если вы за этим дальше будете следить все замечательно но с восстановлением вот этих процессов адаптация организма к нормальным условиям жизни да вы вернете себе здоровье хотите вы этого или не хотите и оттяните то время когда по меткому замечанию современных врачей но вы доживете до своего рака понятно вы скажете почему это так и почему сказать надо вращать внимание на это а как же быть с детьми которые там его в год и в два и в три и и в самом грудном и в самом тому подростковом возрасте болеют страдают огромное количество болячек и все на свете так милые мои а вы про себя подумаете как вы то жили и помните одно из условий мутации мутагенности наших организма она касается в первую очередь днк наследственных механизмов эти наследственные механизмы будут переданы вашему ребенку который родится у вас если вы не подготовились к этому именно этим объясняется огромное количество бесплодных пар которые сегодня появляют сила и сегодня в этом мире существуют вот в чем дело это эти болезни которые есть у ваших детей понятно понимаете в чем все в чем вся штука тогда чего на бог это извините валить а потому что ведь и сколько у господи сколько тысяч лет назад было сказано что бог родил человека создал человека не для того чтобы он был его рабов и не для того чтобы он был рабом медицины он должен уметь что-то и понимать что-то и в себе самом сам чтобы стать помощником бога понимать что-то в себе сам и держать себя в том порядке который необходим для продолжения жизни вот чем дело то вопрос только что по телефону звук не было четыре минуты где вы говорили об адаптации ну а адаптации адаптации для чего я же адаптацию имею ввиду процессы которые приводят в некое соответствие в некое физиологическое соответствие систем нашего организма к тем условиям в которых мы с вами оказались в тех условиях которые мы создали если это условия болезни то надо эту адаптацию разрушать а я говорю всегда адаптации с точки зрения восстановления организма для нормальных функций его систем вот что я имею ввиду адаптацию но в к в какой момент я повторял эти и в каком отношении говорил о адаптации извините я не помню просто не помню извините меня пожалуйста если что то есть у кого то есть вопрос напишите на форум я постараюсь тогда еще раз повторить это дело друзья мои я благодарю вас за внимание есть она была всем доброго здоровья до свидания а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok